Почти 20 лет зеленые ботинки были жуткой достопримечательностью около вершины Эвереста. Нет, это не памятник и не какой-нибудь арт-объект. Это тело человека, погибшего во время восхождения. Каждый альпинист, поднимающийся по северной стене, обязательно проходил мимо этого тела, что сделало зеленые ботинки, возможно, самым известным мертвецом на Эвересте. Этот человек был одним из восьми альпинистов, чьи жизни в мае 1996 года унесла метель. И случай зеленых ботинок далеко не единственный. На Эвересте лежат сотни тел, просто большинство из них менее известны, чтобы стать жуткой достопримечательностью. Самая высокая гора на планете усеяна трупами, и никто не пытается их убрать, потому что все довольно сложно. И да, речь не про когда-то тогда, а про сейчас. Если вы вдруг, не дай бог, конечно, пойдете на Эверест и погибнете, ваше тело не будут забирать. Немного кофе и поподробнее. И пока не забыл. Как обычно, ненавязчиво напоминаю вам не забывать ставить лайки, если забываете делать это в конце просмотра. Ежегодно тысячи людей со всего мира стекаются на Эверест в надежде покорить самую известную вершину мира. И не только самую известную, но и самую высокую. Высота Эвереста над уровнем моря составляет 8849 метров. Далеко не всем удается совершить этот подвиг и вернуться живым. Или хотя бы просто вернуться. Но иногда живые приходят за мертвыми. 2 октября 1979 года немецкая альпинистка Ханелоре Шматц спускалась с вершины Эвереста по южному маршруту. На высоте около 8300 метров она села на землю, сказала своему проводнику «Вода, вода» и умерла. Ханелоре была четвертой женщиной, покорившей Эверест. Ее тело осталось лежать на горе. В течение многих лет останки Ханелоре мог видеть любой, кто пытался покорить Эверест по южному маршруту. Ее тело застыло в сидячем положении, прислонившись к рюкзаку с открытыми глазами и развивающимися на ветру волосами. Жутко. Возможно, именно поэтому люди пытались спустить Ханелоре с горы. Сначала это были два непальских альпиниста – инспектор полиции Йогендра Бахадур Тапа, которому было 36 лет, и его проводник Анг Дорджи в возрасте 35 лет. Они хотели спустить тело Ханелоре во время экспедиции непальской полиции, но оба погибли 24 октября 1984 года. Причем это были очень опытные альпинисты, но даже для них задача оказалась непосильной. В конце концов, спустя 20 лет ветер сдул останки Ханелоре прочь. На сегодняшний день более 340 человек погибли, пытаясь достичь вершины Эвереста или вернуться с нее. И это только те, о которых мы точно знаем. Небольшой дисклеймер. Мы не можем показывать тела погибших из соображений этичности, поэтому прикрыли их патологоанатомическими мешками. Если вам прям так интересно посмотреть все без цензуры, вы легко можете найти информацию о них в интернете. Однако в реальности мертвые просто лежат на горе там, где оказались в свои последние минуты. И люди погибают там каждый год. Ну, за небольшим исключением. Всего два года от начала наблюдений обошлись без смертей. 1977, когда вершины достигли только два человека. И 2020, когда Непал приостановил выдачу разрешений из-за пандемии. В остальном, Эверест регулярно забирает жизни тех, кто пытается его покорить. До 1996 года каждый четвертый альпинист погибал во время восхождения, а в 1996 году погиб каждый седьмой. Самые первые зарегистрированные смерти датируются 1921 годом, когда во время британской разведывательной экспедиции на Эверест по пути к горе погибли два человека. Имя одного из них даже нигде не указано. Просто безымянный носильщик. Вторым был Александр Келлос, британский ученый. Но оба они даже не достигли Эвереста. Жертвы самой горы появились лишь на следующий год. Тогда погибло семь человек. Все они были носильщиками, попавшими под лавину во время новой британской экспедиции. Однако никто не знает наверняка, сколько трупов находится на Эвересте на сегодняшний день. В 2015 году проводили исследование и предположили, что тел на горе более двухсот. Звучит так, будто Эверест готов убить любого. На самом деле, хоть Эверест и считается горой с наибольшим количеством смертей, у нее не самый высокий уровень смертности. Причина в том, что Эверест, как самая высокая гора на планете, пользуется большой популярностью и является желанной вершиной для многих альпинистов. Сюда просто поднимаются или пытаются подняться очень многие. Отсюда и столько смертей. Существует более десяти возможных причин смерти, которые обычно встречаются на Эвересте. На первом месте стоят лавины. Они унесли жизни как минимум 77 человек. Вторую строку в этом жутком топе занимают падения. Из-за них погиб 71 человек. И, наконец, высотная болезнь. Она убила по меньшей мере 36 альпинистов. Все потому, что человеческое тело просто не может нормально функционировать в течение долгого времени на такой высоте. Мы физически не приспособлены к подобным условиям. Начинается гипоксия или кислородное голодание. И это, пожалуй, самый критический фактор, который резко ухудшает здоровье альпинистов. При недостатке кислорода работа всех органов серьезно нарушается. На небольшой высоте болезнь проявляется не слишком сильно, всего лишь на уровне головокружения и отдышки. С такими симптомами еще можно справиться. Но вот дальше? По мере продвижения вверх последствия становятся более серьезными. Путаются мысли. Человек теряет возможность рассуждать и принимать решения. Может лишиться чувств и, в конечном итоге, умереть. На самом деле, потерять сознание на такой высоте, во время подъема, когда никто не может тебе помочь, ужасно. В общем, это ситуация, которая практически не может закончиться хорошо. Но, повторюсь, несмотря на все это, Эверест не является самой смертоносной горой в мире. Это печальное звание принадлежит Аннапурне-1 в Гималаях-Непала. Это наивысшая точка горного массива Аннапурна. Десятая по высоте гора на нашей планете считается самой смертоносной в мире, потому что уровень смертности альпинистов здесь около 33%. То есть на каждых двух человек, которые успешно поднимаются на гору и спускаются, один человек умирает. Из каждых ста человек, которые пытаются подняться, 33 не возвращаются. Ка-2, вторая по высоте гора в мире, и Нанга-Парбат, девятая по высоте, занимают второе и третье места в этом трагическом списке. Что касается Аннапурны-1, то ее смертоносность связана с особенностями самой горы. То есть она замыкает первую десятку высочайших вершин с высотой в 8091 метр. Но при этом входит в число самых сложных для восхождения гор в мире. Альпинисты, которым удалось подняться на вершину и спуститься, говорят, что некоторые участки Аннапурны-1 даже сложнее для восхождения по сравнению с Ка-2, Монослу и даже Эверестом. Аннапурна-1 полна сираков. Это такие огромные ледяные столбы, расщелин, острых гребней и других сложных элементов, которые превращают восхождение в постоянную игру со смертью. А еще там часто плохая погода. Но вернемся все-таки к главному вопросу. Почему тела с Эвереста никто не забирает? Что ж, первая проблема любой такой операции очевидна. Кому-то необходимо добраться до нужного тела. Большинство смертей произошли на участке горы выше 7900 метров, который называется «зоной смерти». Кроме того, некоторые из тел спрятаны под снегом, а другие лежат в глубоких расщелинах. Альпинисты срываются туда во время восхождений, или же ветер стаскивает их уже посмертно. А еще в году есть только одно небольшое 15-дневное окно, в течение которого альпинисты могут подниматься и спускаться с 8000 метров. Только в это время ветры замедляются, и Эверест вообще можно покорить. Чтобы вы понимали, в зоне смерти скорость ветра часто превышает 100 километров в час. То есть, или вы собираете тела с горы именно в эти две недели, или не собираете вообще. Вторая проблема спасения умерших – стоимость. Чтобы спустить тело погибшего, потребуются тысячи долларов. Многие люди просто не могут позволить себе забрать тело родственников, погибших в горах. Смотрите. Для спуска тела с высоты 8000 метров требуется 12 человек, каждому из которых необходимо 4 баллона кислорода. Один баллон стоит более 400 долларов. То есть, только на кислород придется потратить около 20 тысяч долларов. И даже если у близких погибшего достаточно денег, чтобы оплатить расходы. Большинство частных компаний отказываются помогать спускать тела из зоны смерти, потому что это слишком опасно. Но есть люди, которые все-таки берутся за возвращение тел. Стоимость такой спасательной миссии в 2024 году варьируется от 75 тысяч до 80 тысяч долларов за тело. На самом деле, каждый альпинист, который поднимается на Эверест, по закону обязан иметь страховку, покрывающую расходы на его собственное спасение и восстановление в случае несчастного случая. Смерть тоже входит в страховку. Но проблема в том, что это правило применяется непоследовательно, а экстремальные условия иногда делают спасение невозможным. Да и тело может весить более 100 кило, а на большой высоте способность человека переносить тяжелые грузы серьезно снижается. На высоте 8 тысяч метров даже сильные шерпы местные жители могут нести лишь до 25 кило, что составляет менее 30% от их грузоподъемности на более низких высотах. Чтобы вы понимали, даже поднять фантик высоко на горе – это огромное усилие, потому что он полностью замерз, и его нужно откапывать. Тело же, которое обычно весит 80 килограммов, может весить все 150 кило, если его заморозить и выкопать вместе с окружающим льдом. Вот в итоге и получается, что для транспортировки одного тела требуется до 8 спасателей. И это по самым скромным подсчетам. Но ладно, унести тела нельзя. Закапывать их тоже явно негде. Так может, просто сжечь? Чтобы не лежали на всеобщем обозрении жутким напоминанием об опасности Эвереста. Увы, для кремации тел на горе не хватает дров и топлива. А тащить наверх все это – идея, прямо скажем, абсурдная. Однако есть неожиданная, но хорошая новость. Правительство Непала все-таки решило понемногу убирать тела с Эвереста. Впервые кампания по очистке стартовала в 2019 году. Она включала уборку мусора и заодно удаление некоторых тел погибших альпинистов. Возможно, звучит не очень уважительно по отношению к умершим, но, как вы понимаете, тут не то чтобы много вариантов. В рамках этой кампании четыре неопознанных тела были спущены с горы в 2019 году. Еще пять – совсем недавно, в 2024 году. Но с учетом того, что тел на Эвересте сотни и список погибших постоянно пополняется, работа идет медленно. Мало того, что это в принципе очень сложно, так еще и изменение климата добавляет жути. Оно приводит к истончению снега и льда, все больше обнажая тела сотен альпинистов, которые погибли. Вытаскивать их оттуда – мрачная, трудная и опасная задача. Спасатели же тоже люди, и они тоже переживают недомогание. Боль в голове, рвота, кашель и прочее – все это начинается из-за необходимости много времени проводить на большой высоте. Тем не менее, возвращение тел оплачивается государством. В 2024 году военные выделили 5 миллионов рупий, или 37 тысяч 400 долларов, на спуск каждого тела. Ценник, скажем так, очень отличается от стоимости, которую называют частные компании. Однако тела все-таки спускают. Вернее, сначала тело обнаруживают. Затем спасателям требуется несколько часов, чтобы с помощью топориков расколоть лед. А иногда используют даже и кипяток. Чем больше льда, тем дольше и сложнее работа. Так, на освобождение одного тела, закованного в лед по самое туловище, альпинистам потребовалось 11 часов работы в смертельно опасных условиях. И мало вытащить тело, его нужно еще спустить. Часто погибшего заворачивают в мешок, затем кладут на пластиковые сани и волочат вниз. Потребовалось 24 часа без остановок, чтобы доставить тело, предположительно принадлежащее чешскому альпинисту, в ближайший лагерь, который находится всего в 3,5 километрах от места его смерти. Затем команда потратила еще 13 часов, чтобы спустить тело в другой лагере ниже. Дальше тела обычно переправляют в Катманду на вертолете. Но в случае с чешским альпинистом экипаж застрял в городе Намче на 5 дней из-за плохой погоды. И только потом, когда тело доставляют в конечный пункт назначения, следует процесс опознания и захоронения. А, и добавьте в копилку трудностей работу ночью. Потому что после обнаружения тел команды часто работают после наступления темноты, чтобы не беспокоить других альпинистов, не мешать им подниматься и спускаться. Но почему тела вдруг начали забирать? То есть сто лет они просто лежали на Эвересте и никому не было никакого дела? Что изменилось? Итак, непальские власти говорят, что это необходимо. Тел становится все больше, и теперь существуют реальные опасения, что гора просто превратится в огромное кладбище. Тем более, многие люди, поднимаясь на Эверест, верят, что попадают в божественное пространство. А тут трупы. Получается, как-то не очень божественно. Ну и, наконец, самый важный вопрос. Если на Эвересте регулярно погибают люди, а снимать их оттуда настолько сложно, почему бы просто не запретить восхождение? Что ж, во-первых, на гору не пускают всех подряд. Перед покорением люди проходят медицинское обследование и специальную предварительную подготовку. Если человек здоров, умеет то, что должен уметь, и восхождение его осмысленное здравое решение, то странно запрещать ему что-либо. А во-вторых, это просто невыгодно. Эверест приносит Непалу десятки миллионов долларов. И почти столько же местным гидам, которые каждый год поднимают на гору все большее число альпинистов. Посудите сами. Экспедиция на Эверест обходится альпинисту в 50 тысяч долларов США. И это самый минимум. А если брать всякие дополнительные услуги, например, увеличивать запас кислорода, то Соник вырастет до 67 с половиной тысяч долларов. И это еще дешево. Есть компании, которые просят гораздо больше. И даже если вы захотите просто подняться без всякой помощи гида, требуется купить разрешение, которое может стоить от 10 до 20 тысяч долларов. Такое разрешение покрывает только стоимость входа на гору. Что-то вроде входного билета. А дальше вы сами по себе. А вот если добавить дополнительные расходы на транспорт туда и обратно, услуги гидов-альпинистов, кислородные баллоны, палатки и средства связи, то все вместе это будет стоить более 200 тысяч долларов. Кто же откажется от такой прибыли? Новый рекорд смертности 2023 год побил рекорд по смертности на Эвересте. Погибло 17 человек, по другим данным 18. И это пока самое большое подтвержденное число смертей за период. Помимо смертей, в 2023 году альпинисты увидели всплеск случаев обморожения и вызовов спасателей на середине горы. Почему это произошло? Ну, некоторые источники связывают эту динамику с рекордным количеством разрешений на восхождение иностранцам, выданных Непалом в 2023. Их было 478. И, как обычно, другая возможная причина – изменение климата. Пока где-то становится жарче, на вершине Эвереста только холодает. Рискнуть 30 раз Совсем недавно известный горный гид Камми Рита вернулся с Эвереста после своего рекордного 30-го восхождения. Только представьте, подняться туда 30 раз и собираться продолжать в том же духе. Камми Рита впервые покорил Эверест в 1994 году и с тех пор совершал восхождение почти каждый год, за исключением 2014, 2015 и 2020 годов. Восхождение было приостановлено по разным причинам, но каждый раз гид возвращался на гору, откуда многие так и не смогли спуститься. Высокогорная доставка В июне 2024 года на Эверест впервые прибыла доставка – с помощью дронов. Это невероятное достижение стало первой в своем роде миссией по использованию дронов для доставки грузов альпинистам. В ходе этого испытания дрону пришлось перевести три кислородных баллона и полтора килограмма грузов из базового лагеря Эвереста в другой лагерь, а затем вернуться с отходами. И, конечно, можно предположить, что однажды дроны смогут спускать тела погибших оттуда, куда не могут добраться люди. А что, в конце концов, прогресс ведь не стоит на месте? Горная свежесть С телами, которые пугают каждого альпиниста, все понятно. Но на Эвересте лежат не только они. Огромные кучи человеческих экскрементов создают неприятный запах на самой высокой вершине мира, и это серьезно злит местные власти. Буквально тонны человеческих экскрементов были брошены между лагерем 1 и лагерем 4 горы Эверест. Из-за экстремальных условий высокогорья большая часть этих отходов не разлагается полностью и может сохраняться годами. Сохраняться и пахнуть. Я серьезно. Чтобы бороться с этой проблемой, сельский муниципалитет Пасанклхаму, местный орган власти, отвечающий за большую часть региона Эвереста, предписывает альпинистам покупать в базовом лагере специальные пакеты для сбора фекалий. А потом, по возвращении, пакеты проверяются властями. По-моему, это не то приключение, которое и ожидаешь во время восхождения на Эверест. Ну а с тебя лайк, раз уж ты здесь, в конце видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok